То, что в 22 микрорайоне необходим детский сад, не оспаривает никто. Там порядка 17 тысяч жителей, и по большей части это молодые семьи с детьми. Очередь в детсад на сегодня в этом районе чуть больше 1100 человек. По словам Сергея Анипченко, администрация не единожды обращалась в область с просьбой о софинансировании строительства садика. Земельный участок выделен, понимаете, и готов к рассмотрению. И предлагаем на 160 мест, вот на 8-ми групповые, и в течение, вот, понимаете. Ответов, что мы разделяем вашу озабоченность и прочее, готовы к софинансированию или рассмотреть на данный момент. Депутаты предложили включить в бюджет на следующий год средства на разработку проектно-сметной документации на строительство детсада. Но обсудив, пришли к выводу, что вопрос требует более детальной проработки. Поправку отклонили, но договорились вернуться к обсуждению нового садика на профильном комитете. А вот решение включить в бюджет 2019 и 2020 годов средства на строительство стадиона рядом с седьмой школой, народные избранники поддержали единогласно. Хотя в администрации считают, что строить стадион раньше, чем будет возведена новая детская поликлиника и дорога к ней, не имеет смысла. Не целесообразно начинать строить стадион в связи со всем этим, потому что и рабочие будут ходить там, и мы не сможем содержать стадион в надлежащем состоянии при близлежащих строительных работах. Судьбу поправки, а вместе с ней стадионы решат на согласительной комиссии 6 декабря. Тогда же рассмотрят поправку о сохранении и финансировании школьных завтраков. Депутаты практически единогласно выступили за то, что необходимо найти и средства на питание учащихся, и механизм выделения этих средств из бюджета. А вот ситуацию с бесплатными группами продленного дня народные избранники обсудят на ближайших заседаниях комитетов. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.